доброго времени суток друзьям сегодня у нас на обзоре новый проект называется как видите он эволюшн rp располагается на базе арм 3 но не altis life как обычно а остров таноа остров был открыт абсолютно недавно на данный момент он проходит обкатку так сказать открыт в режиме бета-тестирования каждый желающий может зайти поиграть оставить в дискорде свои отзывы но и тому подобное но и мы не будем исключением и тоже зайдем посмотрим пощупаем этот проект с этим проектом я на самом деле уже знаком раньше этот проект назывался остров новос но новос был закрыт и вот он переродился уже с новым названием на новом острове давайте зайдем и посмотрим ну и первым делом нас встречает некое заявление на выдачу карты заполняем здесь свои данные вписываем ник фамилию там очень все что предложено ничего сложного нет нажимаем подтвердить все заходим дальше нас встречает еще одна табличка но это уже табличка подтверждения того что мы только что заполнили администрация желает нам приятной игры замечательно сейчас табличка исчезнет и мы выбираем точку появления так как мы только что зашли точки появления у нас только одна аэропорт в дальнейшем будут несколько точек и вот тут важный момент когда мы появляемся перед нами загорается экран никого планшета с нужной информации я по своей же глупости и как всегда ничего не читаю просто листаю и дальше прохожу настоятельно вам не рекомендую потому что планшете действительно очень много полезной информации и в дальнейшем мне пришлось к нему все равно возвращаться и все по новой перечитывать лучше потратить пять минут и почитать самом начале нежели потом научиться на своих ошибках ну и как видите мы появились в зале ожидания аэропорта в общем то все можно выходить в свет выходим из душного зала ожидания и тут то встречает вся красота острова танова какие краски сколько зелени это конечно огромное отличие от алтиса здесь просто радуется глаз ну ладно нам надо пойти получить документы но для начала давайте ознакомимся с картой а карта надо сказать выполнена на высшем уровне качества не знаю и не могу вспомнить видел ли я где-нибудь карты лучше также здесь полнофункциональное меню если вы не можете что-то найти или не знаете где-то заблудились это меню вас ткнет носом в нужную вам точку в меню расписаны абсолютно все точки мало того там присутствует функция визуального перенаправления то есть если вам что-то нужно вы нажимаете на меню и карта сразу же визуально вам показывать где находится этот объект также надо отметить очень легко читаемые аккуратные иконки и заметьте нет никаких сливающихся надписей все надписи загораются при наведении на иконку в правом окне как раз сейчас вы видите это на экране ну а нам остался последний шаг по регистрации на этом острове именно нам надо получить рабочую визу чтобы начать свою рабочую деятельность это находится прямо здесь же в аэропорту подходим компьютеру выбираем и увидим что нам не хватает денег хорошо идем банкомат и посмотрим какие же подъемные деньги даются здесь банкомат находится как видите тоже недалеко ставим меточку и вот по поводу меточки есть у меня ряд объяснений и как вы видите метка которую мы ставим на карте имеет своеобразную форму и сова и своеобразный цвет цвет незрачным сливается со всеми особенно ночь ночью его не видно но как я уже говорил когда мы появляемся на острове нам предоставляется некий планшет с пояснениями вот если его внимательно почитать то там есть разъяснение что в телефоне который вызывается клавишами shift и y можно поменять цвет иконки вернее метки на к такой какой вы захотите и даже поменять форму этой метки я же за своей невнимательности догадался до этого только ночью когда метка совсем слилась но я выбрал метку кругленькую и желтенькую но настройках телефона есть порядка десяти видов форм самой метки и столько же цветов на любой вкус и цвет поэтому повторюсь не пренебрегайте предоставленные вам в начале игры информации читайте но мы тем временем дошли до банкомата давайте посмотрим какие подъемные денежки здесь дают ну и как видим подъемные денежки здесь всего 2500 забегая вперед скажу что экономика на этом острове очень и очень сложная эти 2500 это очень нищенская сумма сейчас вы увидите даже в ближайшем отделе где мы будем сейчас покупать себе вот эту лицензию вот возвращаемся обратно чтобы приобрести рабочую лицензию приобретаем ее почему-то у меня получилось приобрести ее два раза видите раз табличка два табличка не знаю нажал один раз почему-то два раза не знаю следующий шаг это надо прописаться в каком-нибудь из городов как видите стоимость прописки уже стоит 12000 но сама прописка дает право на приобретение жилья ну ладно двигаемся дальше а дальше как всегда я иду получать права но и тут нас ждет очень удивительная но приятная на мой взгляд фишка этого острова получить право здесь не сводится к банальному зашел в магазин лицензии купил себе категорию b и c нет здесь даются права так же как и в жизни ну почти так же как и в жизни насколько это может вообще возможно приблизить к реальности но если говорить дословно то здесь надо сначала сдать теоретические знания но потом сдать практические знания но таким вот образом здесь выглядит экзаменационный класс все очень красиво антуражно плакате кстати был такой же и на новусе но вот и компьютеры слева направо первый компьютер категория b второй компьютер категория c1 3 компьютеры категория c дальше водные виды транспорта потом вертолет и последний компьютер это самолеты начинаем естественном из категории b ну и как я говорил практическая часть и теоретическая часть практическая стоит дороже теоретической дешевле теоретической стоит 50 долларов за практику надо заплатить 450 в дальнейшем все будет по удорожанию ну читать вопросы я не буду вопросы на самом деле все из учебника по правилам дорожного движения за исключением некоторых есть интересные вопросы с приколами там например можно ли перевозить в цистерны бандитов ну но в основном вопросы все из книжки по правилам дорожного движения если вы в реале имеете права то сдать здесь вам не составит никакого труда ежели вы в силу своего возраста или по какой-то другой причине не имеете водительского удостоверения в реальности и не учили правил дорожного движения ну что ж интернет или мобильный телефон или планшет вам в помощь дальше же вас сразу же телепортируют в машину и дальше просто надо проехать по триггерам сложность одна не иногда непонятно куда надо ехать особенно на перекрестках куда ведет следующий триггер абсолютно непонятно бывает его сейчас как раз такой момент вот т-образный перекресток где следующий триггер хрен поймешь я на удачу повернул налево и оказалось я был прав вон он там вдалеке зеленый следующий триггер но как это понять хрен его знает несколько раз я пролетал мимо ну принципе задача перед вами одна как можно быстрее проехать по всем триггерам если не запомнили с первого раза то со второго точно запомните где они находятся там не очень много поворотов в общем вот такая вот задача экзамена ну таким вот образом мы разбираемся с категорией бы переходим на категорию c1 c1 это категория грузового малотоннажного транспорта также видим что практическая часть конечно подорожала теперь стоит уже не 500 800 но вопросы все те же из книжки правил дорожного движения главное здесь не спешить никакого таймера здесь нету никто вас не гонит спокойненько если чего-то не знаете можете посмотреть в телефоне в общем главное не гнать я начал гнать и и как видите допустил ошибочку на начальном уровне когда вот вы только зашли и вас мало денег таких ошибок лучше не допускать спокойно так размеренно читаем внимательно сдаем как я уже сказал экономика на этом острове достаточно сложные заработать деньги на пересдачу не так просто поэтому лучше не торопиться и спокойно все сдать с первого раза но практическая часть на c1 не отличается от категории бы ничем те же самые косяки на поворотах непонятно куда поворачивать надо следующий триггер вот видите как далеко вот только в этом проблема в общем то но если вечером сдавать в темное время суток то их даже еще и лучше видно чем днем ну а так в общем то все вот не надо останавливаться надо гнать 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 и если не запомнили с первого раза до придется повторить все проехали конечный триггер мы сдали далее идет категория c это грузовой транспорт но у нас не хватает денег поэтому проверяем в планшете обязательно надо сделать проверить все ли у вас зарегистрировалась так у нас категория b c1 есть все мы все мы можем выходить в открытый мир и так сказать начинать заниматься трудовой деятельностью и первым делом я пошел на работу почту играя еще на новость я помню что у них была почтовая служба называлась она юпс она не изменилась как видите юпс и здесь и на юпс и выдавали вот такие вот машинки которые стоят за магазинами но они были коричневого цвета они-то избили меня с толку на самом деле я думал что эти ребята которые здесь бегают как раз взяли себе заказы и поставили там свои машинки но оказывается нет машину на этом острове теперь в данный момент юпс не получают то есть надо работать и развозить почту на своей машине но я этого не знал как видите у почтолела теперь есть коробочка выполнена на самом деле неплохо и впереди горит надписи доставьте посылку я с дуру то даже пешком пошел но включил карту чтобы посмотреть куда нам доставить и понял что туда и пешком просто никогда не дайду блин то но в отличие от отписи или молдена островное государство и здесь все связано через мосты естественно даже если по прямой это не так далеко то он пока его бегут еще через мосты это пройдет огромное количество времени у этих ребят я спросил в чем причина тут не объяснили что машину здесь не выдают работать надо только на своей машине пришлось выкинуть эту коробку и до самой буре у меня будет на экране светиться доставки посылку но несмотря на этот косяк с машиной доставка почты на этом острове является очень интересный такой уникальный во-первых вам дается первоначальное направление куда вам надо ехать и только тогда когда вы приезжаете на эту метку где видите сейчас на экране светится она исчезает и появляются еще три метки то есть сначала вы едете в определенный район и уже в этом районе вы развозите три посылки по адресам но в дальнейшем я все подробно покажу как это здесь работает как это устроено ну а сейчас мне надо добраться до некого лагеря беженцев в общем то оттуда всем новичкам и надо начинать но я этого не знал поэтому я немножко парафанился вот с этой доставкой на этом острове как и на новости раньше было стоят остановки то есть можно ездить на транспорте транспорт выполнен таким телепортирующим способом но раньше надписи было вот здесь и здесь была стоимость билета и ку направлении сейчас я тыркал тыркал никак не мог понять что произошло почему не вызвать автобуса найти табличку взаимодействия оказалось на самом деле очень проблематично если бы не мужичок я бы наверно так и тыркался ну и как вы наверно поняли мужичок посоветовал мне что надо взаимодействовать с этой табличкой но он выразился в столб вставляешь прикольное выражение и вот таким образом здесь сделано движение автобуса как бы ну все это естественно происходит путем телепортации но есть вот такая вот как бы загрузочка показано как вы едете куда вы едете раньше это было просто темный экран но сейчас сделали вот так это на самом деле красивее гораздо но вот этот лагерь беженцев здесь и надо начинать свою карьеру на этом острове ну по крайней мере все так делают и мне так посоветовали здесь есть два вида сбора плодов и посередине вот здесь вот прямо стоит хижинка в которую надо продавать выбираем плоды и идем на точку надо также отметить что точки специально расположены близко друг другу и рядышком есть магазин но выдвигаемся на точку посмотрим как его производится сбор ресурсов вот здесь уже собирает дяденька и заметьте какой огромный у него рюкзак я же лошара не взял вообще ничего пришел забирать с голыми руками сам же процесс сбора ресурсов здесь полностью автоматизирован от игрока ничего не требуется вы заходите на триггер нажимаете кнопку windows все дальше вы можете полазить в телефоне если там нету под рукой телефона то здесь в игре есть планшет и тоже есть телефон в момент процесса сбора ресурсов вы точно так же можете лазить во встроенном в игре планшете смотреть там например статистику или еще что-нибудь также надо сказать что идет некая полоска прокачки то есть здесь вы если стадия развития это потом чуть-чуть поподробнее покажу но вот эти очки прокачки потом можно будет направлять в каком вам надо направлении есть три направления следующие достигнув 5 уровня можно будет вообще не фармить то есть подъезжать на точку ставить машину подходить к некой вывески их досочки если у вас есть прокачан пятый уровень и просто взаимодействие с этой доской и ваша машина будет автоматически сама загружаться ресурсами но это есть не везде и для этого надо достигнуть пятого уровня развития а вот что мне не понравилось это как вы заметили очень и очень темные ночи темная ночь настолько что не видно вообще ничего если как у меня нет фонарика и пнв то все игровой процесс замирает пришлось ждать утра и вот утром уже подфармить себе немножко денежку чтобы купить хотя бы рюкзак в этом лагере беженцев есть две точки сбора плодов между ними стоит магазин но это я так понимаю сделано специально для новичков чтобы быстренько бегать и продавать все остальные плоды которые разбросаны по карте находится до огромному расстоянии от магазина и очень неудобно но вот магазин так выполнено меню магазина и заметьте все таблички на острове выполнены в одном стиле и в таких нежных не дает не надоедающих тонах но вот при выходе из магазина меня встретил тот самый дяденька с которым мы ночью фармили на которой я показывал большой рюкзак но он уехал раньше меня я еще остался здесь и вот он вернулся чтобы помочь мне добраться до города заметьте какая у него машина это каршеринг на этом острове развита сеть каршеринговых машин я так понимаю что это как раз таки есть причина почему на почтовой службе не выдают машины все люди берут в мою машину в каршеринге и на ней развозят посылки и этот человек тоже не исключение он взял машину чтобы развозить посылки но пока заехал за мной чтобы помочь и подкинуть новичка до ближайшего города каршеринговые станции находится практически во всех больших городах оплата производится после того как вы вернули машину в саму каршеринговую станцию но на подъезде городу нас остановила полиция давайте послушаем как здесь играют р.п. секунды сэр здрасте извиняемся что так вот удачном месте скажем так смотрите у нас сегодня проходит план перехват мы ищем людей передвигающихся на каршерингах то есть у нас сегодня глобальная проверка людей которые ездят на каршерингах на наличие нелегальных веществ так далее просто очень часто стали таким образом перевозить наркотики и так далее можно я пожалуйста попросить сейчас только водителя покинуть транспортное средство можно просить и на связи да смотрите вот может там можно ваши дали мальчики мне можно так уж скажем так в таком пиджаке в таком классе не хорошим и на каршеринге почему расскажите документы я показал это не документы это вот этот вам нужен да 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 мне нужно вот это и пола я вас тоже увидел смотрите так как у нас действует такой план можно пожалуйста осмотрю вашу сумочку если вы не хотите этого можно проехать на полицейский участок и также машина все сыр хорошо одевайтесь теперь можно попросить пожалуйста пассажира тоже выйти а я понял так машину может надо смотреть все так все граждане спасибо большое можете дальше ехать и не нарушать пожалуйста до свидания счастлива пути всего хорошего ну вот такая встреча с полицейским у нас произошла на мой взгляд ребята неплохо справляются с ролью полицейских хотя здесь у меня была и не очень удачная встреча с той же полиции но тем не менее мы добрались до ближайшего города спасибо этому человечку он мне довез и дальше я пошел уже искать себе принадлежности для того чтобы начать хоть какую-то денежку зарабатывать нужно естественно какая-то сумка может быть лопатой еще что-то но как минимум мне нужен фонарик потому что такие ночи которые на этом острове но просто невозможно находиться минут двадцать-тридцать игрового времени ты просто стоишь вот пожалуйста человечек с коробкой видим попал также как и я и пытается докуда-то добежать но я тем временем зашел с черного хода в магазинчик давайте выберем себе какой-то рюкзачок с рюкзачками здесь для меня по крайней мере не очень хорошее решение тут очень много рюкзаков из дополнения как видите выскакивает табличка у меня этого дополнения нету поэтому я очень сильно ограничен выборе вещей путешествие по разным островам я скажу честно не часто встречаешь вот эти вот вещи из дополнения но здесь они есть на самом деле это так печальненько потому что до покупать это дополнение ради этих сумок и одного вертолета абсолютно не хочется ну ладно взял и взял эту сумку я думаю что дальше разберемся и может быть найдем магазинчик где есть еще какие-то вещи и уже там при барахлимся вообще на этом острове очень много всяких фишек интересных решений которые очень хочется посмотреть сожалению нету времени на этом я предлагаю закончить но мне еще есть что вам показать что рассказать и хотелось бы увидеться с вами в следующем видео но а на этом у меня все всего вам доброго